Коммерческие автомобили. Фирм продающих такие в городе раз-два и обчелся. Примерно столько же их производится на территории России. Все остальное привозится, таможится и это уже другие деньги. Наиболее перспективно, естественно, производить такие автомобили. И сегодня и сейчас не только ГАЗ решает проблему такого ненавистного чиновникам, но единственно работающего малого бизнеса, так как крупный находится в стагнации. Естественно, многотонные фуры никто не отменял. Но если у вас нет необходимости возить груз десятками тонн, то малотонашки вас выручат. Кстати, они могут проехать туда, куда фуром въезд запрещен. Fiat Ducato искренне порадовал гармоничным сочетанием продуманности и простоты. Эргономика водителя здесь получает высокую оценку. И, кстати, и даже если вы на грузовой версии захотите отдохнуть, то три сидения вровень, рычаг коробки не мешается и это не дырка в полу. И, соответственно, можно и поспать. Естественно, тянуть проще, чем толкать. Поэтому турбовый дизель 2,3. Расход по городу 7-10 литров. Кстати, что удобнее газелей китайцев и джапов, так это небольшая высота загрузки. И большая высота потолка 2 метра. Войдет любой холодильник и любая мебель. Кстати, если и вас закрыли внутри, клаустрофобия вам не грозит. По причине замкнутого пространства в 6 кубометров и наличия ручек открывания дверей внутри кузова. В общем, куча мелочей и куча достоинств. Мы так привыкли к газелям. Они, конечно, наверное, все-таки свою роль выполнили. Давайте найдем те отличия, которые, скажем так, украшивают нашу жизнь. В отличие от газелей, от дуката. Что тут есть такое, чего никогда не будет в газеле? Во-первых, Fiat Ducato у нас в 2010 году значительно расширил весь модельный ряд. То есть сейчас на рынке представлены абсолютно все модификации, которые есть у газелей, по сути, у тех же конкурентов. То есть перечислю основные. Это, естественно, фургоны. Средне-базные, длинно-базные фургоны. Значит, варианты комби, 8-местные. Варианты комбинированные. Также идет 5 мест, 6 мест, плюс с отдельной перегородкой, как у газели опять же. Варианты 14-местные, это для междугородних перевозок. И плюс есть очень интересное предложение у нас для перевозчиков. 18-местные варианты маршрутных такси. Ну, что же мы все о бизнесменах-то. Понятно, что они купили, водителя посадили. Что для водителя есть? Я специально полазил сиденье в 6 регулировочных позициях. АБС, подушка безопасности. Перебор, по-моему. Ну, или надо все-таки водителю ездить, как вот на Беларуси. Минимум комфорта. Фиат Дукадо все создано для вас, для комфорта. Потому что автомобили, хотя и коммерческие, но все создано для комфорта именно водителя, пассажиров. Потому что машина, естественно, для работы. То есть это постоянно на ней, каждый день. Конечно, когда покупаешь коммерческий автомобиль, необходимо думать о том, как он поедет. И сколько он повезет. Вот, допустим, у «Газели» есть рама. И у «Газели» есть многолистовая рессорная подвеска задняя. Здесь как все выполнено? Здесь немножко другая система, в отличие, опять же, от тех же самых пресловутых «Газелей». Кузов здесь выполнен не на раме. Он выполнен, там, сотовая система кузова. Груз распределяется, если даже он лежит в конце грузового отсека, либо в начале. Все равно полностью распределение идет по всему автомобилю. Плюс «Фиат Дуката» у нас оснащен односкатными задними колесами и одной листовой рессорой. При этом грузоподъемность автомобиля составляет полторы тонны, в принципе, в любой модификации. Опять же, в отличие от тех же самых «Газелей», у этого автомобиля «Фиат Дуката» передний привод. Опять же, это легкая управляемость, как на легковушке. Уже слюнки пускаю. Время «Газели», похоже, закончилось. Можно ли его в кредит купить по президентской программе? И вообще, «Мейден» где эта машина? Автомобили на данный момент у нас собираются в «Гелабуге» в Татарстан. Компания «Солерс», соответственно, да, спецпрограммы кредитования у нас. Эти автомобили действуют как для предпринимателей, так и для физических лиц, пожалуйста. В принципе, до 0% спецпрограммы работают. Насколько рассчитан этот автомобиль? И меня интересует, ну, конечно, по городу Магнитогорску, если я езжу, все понятно. Дороги несоленые, ездить можно долго. Поехали в Москву, соленые, цепляли. И вот уже вы, ваши «Газели» с гнилыми арками. Автомобили «Фиат Дуката» имеют полностью оцинкованный кузов, плюс дополнительно антигравийная обработка, днище идет. Гарантия на автомобиль составляет 8 лет, заводская, от свозной коррозии. И все-таки главное отличие от отечественного автопрома, то есть продукции Горького автозавода, и гордость теперь уже отечественного «Фиатостроения». Главное отличие от «Газов» – это, естественно, прежде всего, качество наших автомобилей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!